Часи Градачи, Верслады, хиганы! Надоело жить на одну степуху? Надоело жрать одни ролл-таны? Тогда хиканы! Я вам наставительно рекомендую именно сейчас кабанчикам пройтись в описании и подписаться на канал Леалреса! Там вы найдёте обзоры на множественные моднейшие бич-пакеты! Короче, хиканы, приходите в описании, подписывайтесь, ставьте классы, сейчас поехали у нас моднейший трек. Ну что, баба, у нас сегодня песня, которую я сочинил буквально пять минут назад. Ты послушай, ты послушай, ну, свои выводы, свои выводы, своё мнение, в общем, скажешь. Песня называется, знаешь, песня, баба, называется «Дьявол». Вот, коротко и ясно, но слушаем, слушаем. Херны! Я, конечно же, забуду, я тут подсказочку себе сделаю, шваргалочку буду подсматривать. Ну, поехали, руками буду играть, потому что чё, орать, что ли, буду? Не буду. Знаете, пацаны, мир не так уж прост, твой дед сидел за анекдот, ты сядешь за репост, где-то глубоко слышен сатан и нават. Что же делать? И кто же виноват? дьявол, 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 ждёт тебя в аду, дьявол, уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Они тебя сыча очень сильно ждут, скоро, очень скоро оккупируют кишки и будут причитать вот гомо-сапиенс ложки, и будут причитать вот гомо-сапиенс ложки. Дьявол твою мамку полюбил, дьявол твою молодость губил, дьявол, дьявол ждет тебя в аду, дьявол, 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 дьявол. Ну чё, а как тебе моя песня, которая носит название «Дьявол»? Ну, ребята, вы слушали эту песню? Ну, разве то песня? Ребята! Это не песня, а так, чёрт знает что. Ну, так шо ж это за песня? Ну, про дьявола. Про дьявола, про червяков, про... Хорошо бы, давай разберём по частям. Стас Михайлов что там поёт? Про цветочные поляны? Ой, Стас Михайлов, это артист номер один. Я понимаю. Ну, хорошо, давай будем рассуждать, давай будем реалистами. Что в моей песне не так? Ну, давай разберём. Вот, первая строчка. Знаете, пацаны, мир не так уж прост. И дальше, твой дед сидел за анекдот, а ты сядешь за репост. А что это за репост? Я тебе сейчас объясню. Вот раньше, помнишь, вот твою мать посадили когда-то по доносу? Ну, понятно. Были вот такие интересные времена, да? То есть, твой дед за анекдоты сажали, за все эти приколы. А репост это когда, допустим, ну, вот в интернете ты что-то опубликовал, да? И ты это себе, ну, грубо говоря, забрал себе на страничку. Ну, можно сказать... Присвоил. Ну, не присвоил, там, скопировал. Я не знаю, как это можно так по-другому сказать. Вот. И кто-то смотрит, допустим, из органов, например. Раз, и пришли к тебе с повесточкой, например. Вот, пакет яровой, ты, может быть, слышала, да? Так что, вполне всё реалистично. Дальше, вот, где-то глубоко слышен сатаны набат, что же делать, кто же виноват. Ну, вот смотри, постоянно священнослужители разных мастей, разных конфессий говорят, что сатана пришёл на землю, всё такое, воздух набит этими бесами, например. Вот. И люди, мы должны дико с ними бороться, например. Вот. Я обличаю. Главное-то... В чём суть дьявола? Это показать, что его нет, например. Понимаешь? Вот. Ну, дальше, смотри, вот, припев. Дьявол твою мамку полюбил. Дьявол твою молодость сгубил. Естественно... Вот смотри. Раньше, раньше, в средневековых трактатах. Помнишь, вот, когда 9 миллионов женщин спалили на кострах? Ну, вот инквизиторы, помнишь? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Помнишь, да? Вот. Ну, я не знаю, вряд ли ты, наверное, помнишь, но не суть. Вот. И они говорили, что женщина, она ближе к дьяволу, понимаешь? Ближе вот к тёмным силам, например. Это не я придумал, это они. Я-то в средневековых этих трактатах написал. А как? Это ж люди, можно сказать, близки к небу. В общем, религия-то врать не может, правильно? Вот как телевизор. Религия не может врать. Вот. Дьявол ждёт тебя в аду, дьявол «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Ну, люди кричат грешники, например. Ты же была в коммунистической партии? Угу. Ну, всё. Кричала «у-у-у-у-у-у-у-у-у», да? Нет, просто тебе билет заказан, но не суть. Ну, вот. Дальше. А под землёй червяки живут, они тебя, сыча, очень сильно ждут. Живут где червяки? На небе, что ли? Под землёй? И червяки, они же есть хотят. Правильно? Вот. И человека похоронили они раз и все То есть никаких тут фантасмагорий С моей стороны нет Идем дальше Скоро, очень скоро оккупируют кишки И будут причитать вот гомо-сапиенс-ложки Ну мы гомо-сапиенс То есть люди, да Человек разумный, все такое Скоро, ну они же пролезают, да везде Человек это едят, все И они, наверное, там дико угорают, например Ну я уже, конечно, пофантазировал маленько Они же как-то общаются с друг другом, да И дико угорают с нас Потому что раньше ж мужики Они-то на рыбалку ходили, да Червяков выкапывают и насаживали его на этот Насаживали его там на крючки, например На какие-то А теперь на свои крючки насаживают Черви человека, например, угорают Так что, где у меня тут что-то Ну, как говорится, неконкуруентность Например, какая-нибудь Ну хорошо, хорошо, пусть будет все так Ну так что, а где я тут неправ, может быть Я соврал где-нибудь Есть тут хоть слово неправды? Это может и правда, но как-то оно не совсем А что не совсем? А у Стаса Михайлова, где он? У Стаса Михайлова все совсем Какие цветочные поляны? У разведенок за сорок В полтине какие цветочные поляны? Там уже цветочные поляны, разве что он где-то там на кладбищах Ну, сорок лет ты уже Тебе скоро не увидишь Как будет сорок лет Ну ладно, не суть Я не об этом То есть он заранее Ну я не скажу, что обманывает людей Ну, скажем так Обнадеживает их слишком А я говорю горькую Сермяжную правду Это молодец Как у русских классиков Молодец Молодец Я понял Ну, молодец за то, что Сам ты хоть что-то Так склеил Вот ты понимаешь Знаете, пацаны Мир не так уж просто Твой дед сидел За них дут Ты сидишь за репост Логика, то есть Просматривается, да? Вот Ты постоянно говоришь Я тебе показываю Всяких там рэперов и прочее Ты говоришь, что ты не понимаешь их песни А мои тебе, видишь, понятно То есть я еще Ну, не совсем Плох Ну, молодец, значит Отлично Видишь, и без матюков главное Видишь, все Может, я, конечно, не лучший певец Естественно Но все равно Видишь, все в порядке Ну что ж, хиканы Если у вас есть какие-нибудь комментарии, например То Пишите, пишите Все открыто И я вас призываю Ставить класс Обязательно подписывайтесь Подписывайтесь на наш канал Донатим с бабули на мечпакеты Заказывайте рекламу и сигны Слайка на мой Борис Ладон До встречи Пока